Здравствуйте, дорогие подписчики, уважаемые зрители канала Дмитрий из Орла. В этом ролике я хочу показать вам одно из моих любимых блюд. Это гречневая каша с простоквашей. Ну, ранее я пробовал со сметаной, мне тоже понравилось. В принципе, простокваша, она по вкусу как сметана, только менее жирная. Гречку я готовлю очень просто, в кипящую воду в сотейник, засыпаю промытую крупу и мелко, ну так, нормально так, порубленный лук репчатый, а также потертую на крупной терке морковь. В конце добавляю специи, типа перец, там, лавровый лист молотый на кофемолке, хмели-сунели и немного размолотых очищенных подсолнечных семечек. Вот. Когда вода выпаривается, в общем, под закрытой крышкой держу какое-то время и добавляю вот сметану, ну, в данном случае простоквашу. Да, и в самом конце посыпаю тертым сыром. Этого сейчас не видно, я перемешал его уже с гречкой. Ну, что сказать. Ранее я уже показывал блюда по рецепту Николая Дроздова, известного вегетарианца, ведущего в мире животных. Гречка, замоченная в простокваши или в кефире. Это, конечно, вкусно, но в данном случае гречка подваривается какое-то время, непродолжительно. Долго варить гречку не надо, ее уже прокаливают на предприятиях, поэтому, собственно, она и коричневая, а не зеленая, как совсем сырая гречка. Главное здесь что? Ну, можно добавлять масло сливочное, сметану, простоквашу, в общем, это уже дело ваше. Сырок тертый, вместо соли я использую, соль не использую. Лук, морковь, семечки можно добавлять, можно не добавлять, и специи тоже самое. Вкус гречки со сметаной я открыл в детстве, добавив ложку сметаны в тарелку с гречкой, я понял, что это вкусно. Ну, а простокваша является просто менее жирным вариантом, как сметана, тоже кисломолочный продукт. Вкус интересный, мне нравится такой вкус. Вот именно в этом блюде, которое я приготовил, оно является лакто-вегетарианским. Лакто это молоко по-латыни, вегетус это овощи, по-моему, в общем, растительная пища. Лакто вегетарианское блюдо, то есть не строгие, не строгое вегетарианство. Иногда я, правда, еще яйцо в гречку взбиваю, но в этом случае уже перемешиваю, уже без масла, без сметаны, без кисломолочных продуктов. То, что яйца с кислотой, по-моему, не очень сочетаются. Масло добавляю сливочное. Ну, вот этот вариант самый легкий, самый приятный. Хотя немного утяжелил семечками размолотыми это дело для сытости. Ну, думаю, что 1-2 столовых ложки размотанных на кофемолке очищенных подсолнечных семечек. Нормально. Сочетается со всем этим. В любом случае, получается довольно сытное блюдо. И за счет вот этой кислинки такой сметановой, приятное достаточно. Лук, морковка. Как-то я даже пробовал в простокваше и в сметане жарить лук и морковь. И добавлять вот эту прижарку, полученную на сметане, к каше. Тоже достаточно вкусно. Ну, в данном случае у меня хорошая простокваше, ее не стоит жарить. Вот если там что-то не понравится в простокваше, в сметане, как-то вот старой, прокисшей, я не знаю, можно ли пожарить. А если хорошая сметана, простокваше, думаю, и так нормально. Одним словом, гречка хорошо сочетается и с кисломолочными продуктами, и с молочными, типа сыра, сливочного масла. Хорошо насыщает. И в целом по вкусу приятно. В советское время гречка была дефицитом. Мы в детстве всегда ей радовались в детском саду, там, в школе. Нам ее давали, как правило, с колбасой или с сосиской. Или с подливкой, из мяса. Поэтому гречку я люблю. Ем ее, может сказать, каждый день. Очень вкусно. Приятная такая кислинка в сметане. Простокваша, то есть. Ну, еще скажу, как простоквашу сделать. Это совсем просто. Нужно купить молоко хорошего качества. Можно даже с истекающим сроком годности. Главное, чтобы оно было хорошего качества. Налить в банку. Закрыть обычной крышкой. Можно даже, чтобы там немножко воздух проникал. И естественным путем образуется, получается, кисломолочный продукт. Простокваша. Сейчас покажу. Вот она. Обратите внимание, что вверху плавает простокваша, а внизу сыворотка. Тоже ценный продукт, витаминный такой. Который используется при изготовлении блинов там. А вот простокваша похожа на сметанку. Очень любил простоквашу известный российский вегетарианец, граф Лев Николаевич Толстой, писатель. Вот она, простокваша. Она с медом очень вкусна. Толстой любил простоквашу, по-моему, с пшеничным хлебом. Ну, она похожа на сметану по вкусу, только менее жирная. Ну, вот, собственно, и все, что я хотел сказать. Благодарю вас за просмотр. Если понравился ролик, поставьте лайк, напишите комментарий. Можете также пополнить баланс моего сотого телефона. Мегафон 8 920 800 89 20. На услуги связи, звонки, смс, интернет. Также можете мне заказать обзор какого-нибудь блюда. Или продукта. Желательно вегетарианского, потому что я мясо не ем. И рыбу тоже. Будьте здоровы. До новых встреч.